Процентов 20 таланта и 80 это трудолюбие. Поэтому тогда рождаются чемпионы настоящие. А еще чемпионы рождаются, когда побеждают себя и перестают бояться соперников. Эти правила хорошо усвоили юные спортсмены, которые приняли участие в турнире по боксу памяти почетного гражданина Балаковского района Ивана Кузьмича Трукляева. Эти соревнования стали уже традиционными и в знак уважения к делу великого тренера партнером турнира стала Балаковская атомная станция, представив специально изготовленные для соревнований призы. Почему они важны? Потому что объединяют спортсменов Балаковского муниципального района, дают им возможность здесь почувствовать свои силы, заработать очки, получить разряды и самое главное открывают им дорогу на соревнования более высокого уровня. Но в этих соревнованиях принимают участие не только балаковские боксеры. От Саратовской области на турнир приезжают команды из 12 районов. Кроме этого за медали борются и спортсмены из соседних регионов. Есть постоянные наши команды, которые приезжают из других регионов. На сегодняшний день это три региона представлены на турнире 2019 года. Около 200 уже участников. Каждый регион знает, что вот этот именно турнир проходит на высоком уровне и заявляется больше. Эти состязания внесены в график областных соревнований по боксу, поэтому победа идет в зачет спортсмена. В рамках турнира проходило открытое первенство Бумеир, а также открытые чемпионаты первенства города Балакова в памяти Ивана Трюкляева, который за 38 лет тренерской работы воспитал не одну сотню балаковских боксеров. Как отец, он с ребятами, с малышами, с большими, все. Вот такой был Иван Кузьмич. Столько мастеров выпустил, кандидатов в мастера, столько подготовил. И так он заслуженным тренером и не стал, потому что он всегда молчит, не говорит, он сам о себе никогда не мог говорить. Он работает и работает честно, добросовестно. Сейчас дело Ивана Кузьмича продолжает его сын Кирилл Трухляев, который является старшим тренером по боксу в спортшколе «Олимпик». И хотя его воспитанники говорят, что не смогли бы побеждать без совета тренера, сам Кирилл Иванович уверен, что в каждом спортсмене живет чемпион. Надо ему только немного помочь. Они сами должны себя делать чемпионом. Тренер должен только помогать им. Если хочет мальчик быть чемпионом, он им будет. Сначала он победит должен себя, встать, зарядочку сделать, привозь мощь вот это. Вот и почетный гость турнира, чемпион Европы, бронзовый чемпион мира по боксу Артем Чеботарев поддерживает своего товарища. Мол, стать победителем помогают только упорство и стремление быть первым. Приметы делают, наверное, по моему мнению, только хуже. Надо верить в себя. Если ты упорно тренировался, если ты делал все для этой победы, что может помешать? Черные кошки – это все ерунда. Вера в Бога и упорный труд. И на Балаковском турнире юные боксеры показали все, на что способны. Многие бои проходили на высоком уровне. Ребята проводили четкие удары, сбивали атаки противника, защищались и нападали. Были не только разбитые носы и губы, но даже нокдауны. И порой судьям было сложно выявить победителя, потому что уровень подготовки спортсменов был зачастую одинаково высоким. Мои вот сейчас были соревнования, я занял первое место. У меня третий раз заряд по боксу, у меня 50 боев. На этих соревнованиях у меня было три соперника, и честно, это были очень для меня трудные соревнования, особенно последний бой. Очень тяжелая победа. Я провел 50 боев, 37 из них одержал победы. Балаковская команда выступает хорошо. Я так думаю, что дети готовы. И то, что он сейчас, конечно, скромничает, он выступил очень здорово. Я считаю, что он этот бой не проиграл. Финальные бои проходили на третий день турнира. Победителей призеров награждали прямо на ринге. Каждому вручали призы от Балаковской АЭС. Кстати, на счету балаковских боксеров около 40 золотых медалей в разных возрастных и весовых категориях.